От выступлений американских политиков складывается впечатление, что США и Украина имеют очень тесные связи. Настолько тесные, что сотрудники американского посольства в Киеве могут даже петь на украинском. Вашингтон утверждает, что у США есть право вмешиваться в дела Украины. Что простые американцы думают об этом? Давайте узнаем. Как вы считаете, США должны вмешиваться в кризис на Украине? Нет, не должны. У них есть свое правительство, своя армия, и они сами должны разбираться. Нет, я считаю, что не нужно вмешиваться. Нет. Абсолютно нет. Я считаю, что вмешаться нужно. Экономическими способами. Вы можете показать Украину на карте? Наверное, нет. Вы можете показать Украину на карте? Да. Наверное, к северу от России? Горячо? Где-то здесь? Нет. Ого, тест. Где-то здесь. Можно, да? Конечно. Украина где-то здесь. Это территория России. Извините, значит здесь. Это тоже Россия. А здесь? Россия. Так, погодите, вот, извините, где-то здесь. Это тоже Россия. Сдаюсь. Извините, здесь. Посмотрите, где границы. Здесь? К сожалению, нет. Вот тут? Нет. Ну, должен же я попасть. Подскажите мне, кошмар какой-то. А я, между прочим, работал в Госдепартаменте. Итак, из шести человек, к которым мы обратились, только один смог показать Украину. А по данным опроса общественного мнения, в котором приняли участие более двух тысяч человек по всей стране, оказалось, что пять из шести американцев не могут найти Украину на карте. Исследование также показало, что чем хуже опрашиваемые представляли, где находится Украина, тем активнее они высказывались за введение войск. А что насчет американских политиков? Знают ли они об Украине достаточно, чтобы вмешиваться в ее дела? Помните, как некоторые из них во время кризиса призывали вооружать украинцев? С нами Брайан Беккер из антивоенной коалиции «Ансер». Что вы на это скажете, Брайан? Американский конгресс не очень компетентен. В нем много невежественных людей. То же самое можно сказать и об американских гражданах. Это происходит во многом из-за того, что их часто дезинформируют американские СМИ или вовсе не сообщают никакой информации о событиях в мире. Большинство обычных американцев не могут найти Украину на карте, и большая часть конгрессменов тоже не могут показать эту страну на карте. Они ничего не знают об истории Украины, даже о новейшей истории. Заявления Конгресса и Белого дома не отражают информированного общественного мнения. Правительство стремится продемонстрировать свою власть. Испортить отношения с европейскими странами, конкретно с Россией, чтобы все было так, как хотят США. Они называют это в интересах Америки. Но что это за интересы? США стремятся присоединить Украину к целому ряду бывших советских республик и бывших стран-соратниц СССР в Восточной Европе, которые находятся сейчас под американским влиянием. И не нужно много знать, чтобы это понять. Марк Твен как-то сказал, Бог создал войну, чтобы американцы выучили географию. Мы надеемся, что США никогда не начнут военные действия на Украине. Но чтобы общество была обоснованная точка зрения, неплохо было бы знать что-то об этой стране. Гэна Чичакян, РТ, Вашингтон.